И всем привет! Продолжаю играть в игру болота. Из теста она уже наверно перешла в нормальный летсплей. Вот и как видите немножко изменились ямки в моем болоте. Это вот первая тестовая версия. Дальше я сделал вот такую вот. Что это за ямки? Ну все видели, что вот эти вот ненасытные твари, они очень сильно мешаются. Поэтому я вспомнил, что в Extra Utilities есть вот такой, правда, очень дорогой рецепт, поскольку железа не хватает, который убивает хоть всех безмозглых твари. Ну, в принципе, как и зоны. До этого надо к ним просто подойти, их загреть немножко, отойти в сторону. И вот он, результат. Сейчас они сдохнут, остается только подойти и подобрать вот немножко опыта и немножко слизи. Так автоматически избавляется карта от этих вот минус. злостных тварей. Ну вот, правда она дамажит все, что возможно. И вот эту вот штуку можно применять в моб грейндере. Так же самое. Хотя вместо текущей воды тут можно, наверное, применять другие вещи. Я вот не помню в этом моде, была такая штука или нет. Конвейерные ленты. Ой. Сейчас мы с тобой тут разберемся. Вот, иди туда. Так, хотел поставить Бенни мод, но, к сожалению, на моей карте он уже не работает. Он вообще-то возможен. Это экструдер пчелки, кто знает. Благодаря тому моду я бы мог бы разводить пчелок. Но, к сожалению, как его миллионер очень сильно не ругается. Ну вот, но если вы играете заново, то без проблем можете его поставить и им пользоваться. Потому что, понимаете, я вот живу в болоте, и тут кроме вот этих вот пчелок никто жить не будет. Для того, чтобы тут какие-то пчелки жили, надо пойти в какой-нибудь другой биом и их размножить. Вот. Дальше что? Вот. Переделал немножко вход. Вот. Поставил шипы. Отключил на время, снял вот этот вот сборщик урожая, ибо он не давал растениям селекционироваться. Поэтому я вот хочу сделать плантацию одних растений, других. Ну, то есть, нормально вывести селекцию и потом только запустить. Ну, и, как вот видите, занялся этим factorization. Из-за чего? Из-за того, что вот эта вот руда у меня, как говорится, она тут не спавнится. Поэтому я в ящик сам вначале, кто играет на моей карте, положил стек вот этой вот руды, и чтобы его приумножить, я пришлось запускать самый любимый этот мод. Но это чуть попозже. Сейчас там, где у нас солнце садится, да. И сейчас можем сбегать в деревню, посмотреть изменения там. Вот. А мои жители... Ну, это я уже тут немножко переобразил, потому что выкопал обсидиан, было некрасиво. Вот, сделал такой портал. Также сюда планирую в будущем поставить портал в край. Так, мои жители вот, занялись черной магией. Они сделали как он называется, жертвенный алтарь. так, а тут что происходит? А-а-а... Так, ну не тормози. Что-то грузится тут. Вот. Начали усиленно обновляться. Так, какой-то у них там кипиш. Построили вот... Ё-моё... Огромную пирамиду. Обустроили домик. Что-то они тут сильно работают. Так... как орнамент не делали, так и не делают. Ибо... К сожалению, они не построили мастерскую еще. Так, что это он библиотеку строит. Ага. Так, жертвенный алтарь. Это он улучшил нижний дом. И библиотека. Понятно. Что хочешь? Нет у меня ничего. Так... Сейчас скоро наступит вечер. И мы можем подойти и посмотреть, сколько у меня денег. Ай да... Сделал центр сумочку. Ну, потом, что если умираешь... Что вот так? Ух ты. Мешочки с деньгами. Ноль. Ай. Ух ты, а я их вытащил каким-то способом. Да? Уже начали. Да иди ты отсюда. И ты тоже иди. Иди, идите, товарищи отсюда. У них, как видите, немало... Опыта уже набрано. И вместо того, чтобы фармить и делать алмазные... Причиндалы, я сейчас покупаю у них вот эти вот обсидиановые. Так, поспим в своем домике. Так, и идем на базар. Посмотрим. Если они, конечно, спать не будут. Иногда вот эти вот базарные люди спят. И не хотят ничем торговать. Ну, как видите, один спит. Этот Махмуд ибн... Так, у него ничего интересного. Как твоя семья? Нормально, спасибо. Так, вот. Переделали вот эту вот фермочку. Какая красота. Но еще не все. Блин, как эти вот надоели. Такие назойливые твари. Так. Ну, что ж. Идем туда в мою обитель, и я буду обозначить... Ага. И, может, кто знает, кто читает, вот пишет. Че он от меня хочет? Я вот никак понятен. Надо найти кого-то. Кинд Ихтап или Тухил Унхебл. Унхебл. И, вроде бы, как с ними поговорить, где их искать. Я пока не с ними шел. Так. Где он там строить, интересно? Не помню. Где-то ж мастер строит тут. Надеюсь, мою эту постройку не снесу. Так. Ну, что, идем показывать факторизейшн. Довольно-таки неплохой мод. Ну, правда, затратный в самом начале. И сколько я даже на серверах играл, не очень я пойму, как искать труб. А, и да, вот еще. Оказывается, эти лампы красятся. Ну, это не новость. Может, кому будет интересно. Элементарно. Так, давай, спускайся. Че-то вот после последнего обновления у меня не очень захотел влазить. Так вот, как видите, к лампе тут под цвет черный. Хотя было бы неплохо чернить. Ну, тут у меня что? Было, естественно, лазурит. Так я им покрасил. Но он не очень подходит. Поэтому подходим к нужным красителям и перекрашиваем в нужный вам цвет ВО. И получается довольно-таки неплохо. Ах, ты забыл положить. Так, скинуть. Так, это сюда, сюда. Возьмем этот стек, пригодится. В индустриал крафт я, по-моему, ничего нового не делал. Пока на руки не доходит, там уже надо материю делать. Тут тоже ничего не делал. Поставил вот эти вот баррели из факторизейшн. В отличие от джаба, у них одна проблема есть. Они принимают только снизу, если трубу подводить. Но отдают из любой другой стороны. Вот. Не, отдают снизу, только вот снизу. А принимают с любой другой стороны. У них есть такая одна проблема. Ее там довольно-таки неплохо, несложно решить. Ну, вот, я сделал вот этот вот ящичек. Ну, это непонятное дело. В моем мире он, конечно, мне очень нужен. Я далеко не бегаю. Ну, в крайнем случае, это дает возможность где-нибудь умереть, скинуть сумочку и пожить так. Ай, да. Что-то я запарился. Так, сжить оружие у меня вот тут. Ай, благодаря этим баррелам я освободил очень много места в ящиках. Так, поскольку у меня 30... Какой там седьмой уровень, я решил на камеру зачаровать третий, допустим. Второй и третий. Отдача за горы дня. Ну, спасибо, как всегда. Вот эта отдача, это самое хреновое, что есть. Ну, во-первых... Ой, емое. Вместо вот такого механизма сложного, я поставил вот такой красные часы из экстравателитис. Они работают чуть-чуть медленнее, зато... Так, где они есть? Так, это не он, не он. Так, где-где, где экстравателитис? Вот. Делаться не только таки просто, но зато они меньше занимают место и не так напрягает клиент. Вот. Вот тут же так. Теперь нам нужно перейти на factorization. Вот это вот мне сейчас понадобится. Так, все остальное нафиг. Вот. Сделал такой вот упаковщик. Довольно-таки просто делается. Вот. Что они делают? Если мы зайдем в интерфейс, то увидим, что они упаковывают 9х9 или 4х4. То есть, если я накидаю, буду подавать сюда брен, он будет стамповать мне эти верстаки. То есть, все, что можно сжать 9х9 или 4х4, то оно будет сжиматься. То есть, я могу накидать утиль сырья, и оно мне будет автоматически делать все эти, вот как они называются, скрабоксы. Вот. А поскольку factorization почему-то сделано, что принимает, вот как видите, сбоку. А, и они, почему их поставил? Они работают намного быстрее, чем билккрафтовские, как они, crafting table. Вот. Поэтому, видите, шпак-чпак и быстро. Даже вот этот не успевает. Я убрал. Тут стоял апгрейд на стеке, но поскольку у меня, вот видите, не успевает он уже, я... Ну, что-то подвиска. Так. Ну, какие-то проблемы. Так. Что-то не хочет фракса, он хорошо работает. Ну, и как видите, от этого через низ подается сюда, через низ, через низ, через низ, и вот до самого низа, и тут я уже получаю 5-кратный сжатый булыжник. То есть, вот тут уходит четверной. И вот я вот один его получил. Не знаю, что там на записи будет, поэтому такая вот лестница и получается. Зато он тут может держаться так, в отличие от билккрафтовского, который держит только один почему-то предмет. Так. Идем сюда. И дальше. Факторизейшн. Как он работает? Для начала вам понадобится блок воды, вот этот водонагреватель и паровая турбина. Это получение энергии. Вот как они и крафтятся. Тут крафт замысловат. Вот эти аккумуляторов надо там, полная куча, так они не показываются. Вот. Серная кислота надо. Ну вот, то есть, все оно делается. И вот за счет этого получается энергия. А еще вот эти вот зеркала нужны делаются. Они очень много серебра у него ушло. Серебро обложенное. И примерно вот такого количества хватает, чтобы вот нагревать. И работают они только днем. Ночью же, как видите, пришлось собрать вот такую вот штукенцию. Тоже вот серная кислота. Она работает на еде. На любой. То есть, вот это могу им отцу ему дать. И, как видите, он печеный картофель. Но он работает непринужденно. И его задача отогревать вот этот котел. То есть, вот этого... Как его... Зеркал тогда не надо. Ну. Ну, тут само собой, разумеется. Провод, который делают все-таки макаром. Свинец. Аккумулятор, я уже говорил. Дальше. Вот эта штука довольно-таки интересная. Так, на чем не продемонстрировать, допустим. Продемонстрируем следующим образом. Тут у нас будет стек. Да, стек. Так. В-первых, я могу убрать бочку. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Этим выключателем я или выключаю... Так, вот это вот... Миссератор из... Из... Ну, этого... Факторизейшн. Вот как он крафтится. Для этого нам надо двигатель. Так. Рецепт, как видите... А, я уже, наверное, показывал. Дальше надо алмазная резущая головка. Делать надо довольно-таки хитро. Вот. Нажимаю пластина и взорванный алмазный блок. И вот это вот основа. Так. Основа. Ну, делается вообще просто. Вот. И берете просто на все. Ставите к ящику основу. Желательно к ящику. Ставите двигатель. И ставите алмазную головку. Вот эти вот взорванные кристаллы делаются довольно-таки просто. Ставятся на землю ТНТ. Рядом блок алмазов. Поджигается ТНТ. Она взрывается. И получаете, по-моему, 18 таких вот штуковин. Они используются довольно-таки и много где. Так. Рецепты. А, нет. Это устая. Вот. Как видите, она используется не только в режущей головке, но и в логической матрице. Для чего она вообще существует? Ну, вначале вы можете подойти к этой вот миссератору. Обязательно вот так вот провод подвести к нему. Не важно откуда. Иначе она рвот не будет. Я очень долго с этим промучился. Напрямую от аккумулятора она не работает. И ставите, допустим, блок руды, там камень, или что хотите. И, как видите, она его начинает миссерировать. Так. И вот она его перегрызла и превратила... Она, наверное, даже не успела увидеть. Вот, как видите, превратила его в такую грязную штуку. Что мы с ней можем сделать? Мы его можем отмыть и получить чистую, очистенную там, руду. Также, естественно, так, надо от забора отойти, точку-нибудь крипер подбежит, так, усы. Или можем не мучиться, сразу переплавить. И тогда у нас, как видите, получится один слиток. Это мы можем сделать вот в этой вот Slack France. Slack Fornance. Она работает от топлива. Или, вот как видите, у меня стоит такая вот нагревательная катушка. Так, так, подождите, ребята, вы меня задолбали тут все. Идет сюда. Чмокать тут меня под окнами. Я же под вами не чмокаю, но еще вот встала. Так, так, крипер конь, нету, нету. Так, соберем опыт. Опыт это хорошо. Блин. Так, на чем остановился. Вот такая нагревательная катушка. Эта катушка делается довольно-таки вот таким хитрым способом. Нужна глина, благодаря тому, что у меня есть котел вот этот. Вот глину мне получать довольно-таки просто. Идем сюда. Вот тут у меня же обрабатывается. Берем один. Так, один дуст. Пихаем сюда. И вот у меня глини блок. Вот так что мне это не проблема. Его сделать. Вот этот вот шлаг флоранцезен. Как видите, делается двойная. Но на чем хороша? Она что-то пережигая пол дает дополнительного. Допустим, пережигая красную руду, мы получаем камень. Ну и так далее. И удваивают некоторые руды. Ну, удвоение идет или переплавляя олово, получаем слиток. Плюс камень довольно-таки неплохая прибавка. Ну, правда, она и ест вдвойне. Но если мы пользуемся нагревательной катушкой, как в моем случае, то она ест. Вот, в принципе, получается халява днем. Вот набирается вакуумы ресурсы. А вечером они отдаются. Вот. И также есть вот измерительный прибор, который показывает, что у нас творится в системе. Как видите, сооружена чардж. Это напряжение, как бы, сохранено 100%. Вот, а тут чардж не то. Вот, как видите, стим. Сколько пара, скорость вентилятора и какое напряжение. Вот. Это вот энергетический хранитель. Так, после того, как вот видите, мы набрали 25... Ой, к этой штуке лучше не подходить. Ай, да, еще про него не рассказал до конца. Так, также мы можем поставить баррел, который у нас вот делается таким макаром. Если добавить посредине ящика, то будет и с джаба. Ставим сюда. Вот его. Кстати, наверх можно воронку поставить. И закидываем. Кстати, эта штука 20 теков держит. Нужную руду. Вот я его засунул. Видите, вот 64. И он его начинает перемалывать. Вот, как видите, пошло гравий. Потом этот гравий могу засунуть и получать песочек. Вот такая замечательная машина. Миссератор. Имейте в виду, довольно-таки дешево. Ну, не дешево, конечно. Помутиться придется. Но на создание вот этого всей системы надо 9 алмазов, дофига свинца, железа и немножко серебра, по-моему. Есть или постоянно кормить штуку. Кстати, и ест гнилое мясо даже. Правда, чем калорийнее пища, тем больше он выдает энергии. Вот, так, это шлак в Франции я показал. Дальше, как видите, у нас 25. Так, у меня, по-моему, тут с собой верстака нет. Ага, точно нету. Ну, ладно. Мой косяк. Сейчас будем исправлять. Дерево нет тут. Вот верстачок. Как-то я забыл бы внизу верстак поставить. Так, верстак мне нужен, допустим, тут. Да? Да. И как это делаем? Берем ведро воду и залазим в интерфейс. Раскладываем вот эту вот штуку всю. Оп. И получаем 8 очищенных. Да? Потом берем и, как видите, шлак. Из этого шлака, если пережать в печке, получим глину. Чуть не там забрал что-то. О-о. Упс. Так, где мне взять воды? Ай, хе-моё. Не то что ты сделал. Так, ближайшая лужа вот там. А, ладно, черт с ним. А, о-о, хочу у него тут жизнь. Так, промыли. Ну, еще одно промоем на камере. Что тут вам смотреть? Так, получаем вот такие вот, как они называются, чанки, короче, промытые. И его уже мы можем переплавить, получим сколько-то там этих самых. Но мы можем это все дело переправить вот этот шлак фуренс и получить уже удвоение руды. То есть, с одного штуки мы получаем две руды. Вот. Получаем дробленые кусочки. Как видите, вот они, дробленые кусочки. И их можем уже переплавить. Как бы вот это происходит удвоение. Но также мы можем эти кусочки засунуть вот в эту замечательную машину. Для этого вам надо вот царская водка. Делать не усы, а рецепт. Делать она так довольно-таки сложновато. Ну, серная кислота, которую я уже показывал. Но она тут, к счастью, не тратится. Она используется как... Как это сказать, как катализатор. И вот мы выращиваем кристаллы темного. И получаем немножко бонус. То есть, мы утраиваем. Она не стопроцентно. Но она утраивает. И вот получаем темный металл. Вот. И уже эти вот кусочки кристалла мы плавим. Чем больше стоит у вас таких катушек вокруг этого штучки, тем быстрее оно все работает. Вот. Но не буду вас... Я вот, как видите, он немножко позанимался, как говорится, этой ерундой. И вот уже 42 кусочка. То есть, плюс тут еще 10 кусочков. Еще это все пройдет в стадии обработки. То есть, у меня около... Может получиться вообще сложности там... Лень считать сейчас, но... Больше полторы стака, короче. Два с половиной стака где-то по идее должно получиться. Так, это я вот тут хотел сделать вот этого. Так, утиль сырье... А, не, не с этим. Сюди, сюда. Утиль сырье. Так, что у меня с удобрениями кончились, конечно же. Вот. Вот такие вот... Мои достижения в этой системе. Если кто меня смотрел и не понимает, о чем тут разговариваю. О том, что игра идет на болоте. И ресурсы, получается, только благодаря их нехилу. Может где-то тут ресурсы есть, но не сюда. Так, вот сюда. Да? Да. Вот сюда закидываем и все хорошо. Так, 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 так. Тут у меня уже хорошо все. Ну и вот сейчас все еще и разу постараюсь что-то придумать с пчелками, чтобы все же их можно было поразмножать. Дальше. Ну, в принципе, и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Спасибо, что смотрели. Это было что-то похождение по болоту. Спасибо, пока.